Всем привет, дорогие друзья! С вами Евгений Сульма, компания Автоназаказ. И сегодня мы с вами находимся на Электроэкспо. Самая большая выставка электромобилей, скутеров. Все, что связано с электрической темой, будет выставлено здесь. Автоназаказ предоставляет услуги по пригону автомобилей США. Подбор, покупка, логистика. Автоназаказ – ваш надежный партнер. Посмотрите, сколько народу пришло посмотреть. Ну, Калифорния. Все обожают электроавтомобили. Это везде, сколько народу. Ну, все, я так понимаю, с обычными билетами. У меня VIP. Сейчас мы узнаем, где у нас наш ход отдельный. Поэтому мы сейчас всех нагленько обходим. Если вы посмотрите, очередь обычных людей начинается вон там. Вот это нужно все отстоять. У нас на VIP-шку очередь за мной буквально 10 человек стоит. Билет стоил 50 баксов, а те люди заплатили по 25. Но у меня еще в 50 долларов ходит футболка, еще какие-то дринки, напитки. Пойдем посмотрим. Просканировали QR-код на телефоне. Билетик получил. Взял браслетик, выдали футболочку. Ну что, время переодеться. Оп, другое дело. И мы уже под экспо. Все будут видеть, что мы верим. Ребят, сейчас нахожусь рядом с IONIQ 5. 2022 года. Модель от Hyundai. И они поза ценируют, что первый электрокроссовер, который они построили. По-моему, выглядит очень офигенно. Колеса закрыты, уже такого более нового дизайна. Мне нравится, куда они движутся. Очень прикольный автомобиль. Классный цвет, матовый такой. И вот это вот похоже, как вообще активное крыло должно, по идее, выдвигаться. И причем, что я дотронулся, отпечатки пальцев не остаются. Это зачетно. Интерьерчик. Все просто и прикольно. Попробую материалы. Тут, конечно, жесткий пластик. Здесь мягенько, мягенько, мягенько. Шторки механические. Подсветочка на колонке. Панорамная крыша. Нравится, как отделана. Прикольно. Здесь, видите, комбинация материи. Такой вот, типа, как BMW i3. И здесь мягкая кожа перфорированная, видимо, с обдувом. Очень прикольно. Здесь от Hyundai также представлена кона электрическая. Обновленная. Давайте ее тоже посмотрим. В красном свете очень смотрится даже ничего. Это гибрид у нас получается. Ценник у нас 34 и в Limited 42. Вот выглядит все симпатично. Но все равно это все такой жесткий пластик. Как бы сразу чувствуется, качество уступает другим премиальным автомобилям. Понятно, что она ездить будет прикольно. Будет хороший расход у нее. Тут руль, где руками трогаете, все прикольно. Мягенько, кожа обшита. Harman Kardon. Ну, это понятно, это Limited комплектация. Но вот здесь все такое, не знаю, все жесткое как бы под вопросом. Вот у нас такой вот Hyundai. Давайте облетим, посмотрим, что это. Fullcell Nexo. Очень симпатичная тачка. Мне нравится, как выглядит. И здесь вот тоже использую те же материалы. Приятный такой фабрик. И перфорированная кожа даже на задних сиденьях. Очень зачетно. Смотрите, как идет линия дисплеев. Что-то с Mercedes. Тут типа с Lexus что-то взято. Они идут практичным путем, чтобы тут ничего не царапалось. Хотя тоже спорный вопрос. Светлый пластик может быть царапаться, если будут ключи бросать. Но, тем не менее, нету этого глянца дешевого, который зацарапывается. Тут тоже типа Mercedes-овская тема с этим бурмистером колонками. Обратите внимание, ручки как у Tesla выезжают. Ну и такая прелесть, конечно, будет начинаться от 58-900 до 62-385. И у нас EPA Range 354 мили будет проезжать. Также Hyundai представили новый Tucson Plug-in Hybrid. Выглядит как обычный Tucson, но заряженный уже установкой плагин. Также мы видим у нас Hyundai Sonata, Hyundai Elantra. Тоже все будет электрическое. Ну, по крайней мере, плагины, хайбриды. Вот это хайбрид Elantra. Также будет хайбрид Sonata. Классная машина, классно выглядит. Салон у нее вообще обалденный, ребят. Если вы посмотрите, ну, лакшери. Лакшери просто, Lexus, можно поспорить. Чуть-чуть в управлении она пустовато, как говорится. Но за свои деньги я считаю, что это просто вообще офигенный вариант. Вот именно в такой комбинации кожи, цветовой гамме. Обращайте, ребят, внимание на аукционах США. Ну, а за моей спиной находится обещанный от джипа электрический Wrangler 4х4. Пойдем посмотрим. Если бы мне кто-то сказал или пять назад, что мы будем когда-то ездить на внедорожье, на электричестве, я бы посмеялся. Но сейчас это полная реальность, как бы, и удивления в этом абсолютно никакого нет. Вот. Можем посмотреть его полностью, раму в разрезе, так сказать. Видим мотор, батареи. То есть это такой гибрид. А мотор у нас всего лишь 2 литра турбо. Но посмотрите, раньше Wrangler были там 5,7, 5,3, не знаю, там 4,7. Сейчас это все 2 литра. У вас батареи, электромотор. И все, и вперед с песней. Ну а теперь мы плавно передвигаемся на бут от Polestar, посмотрим их машинки. Что-то сочетание Вольвы и добавлены свои какие-то изюминки. За моей спиной находятся Polestar 2 и Polestar 1. Это вот такая купешка, 4-дверный, он спортбэк. И не кроссовер, и не легковушка, но выглядит, на мой взгляд, прикольно. Какой бы выбрали вы, Polestar 2 или Polestar 1? Тоже прикольно сочетание желтых калиперов и матовой краски с черными акцентами. Выглядит очень-очень прикольно. Машина, наверное, не дешевая, закрыли ее, не дают ее посмотреть. Но мы сейчас пойдем, у них есть бус-кабина там внутри, под навесом, и посмотрим, что они там предлагают нам. Вот так вот выглядит интерьерчик. Тоже минимализм полный. Видно, что это часть с материей, часть какая-то резина. То есть, кожи у нас нет. Все, бережем природу животных. Огромная крыша панорамная. И так хорошо обделано. Выглядит тут, ребят, очень классно. Даже несмотря на то, что это материя. Вот как реально неоприн, как с водолазного костюма эта штука. Ну, конечно, я другая. Но, мне кажется, будет ходить очень долго и будет очень практично. Еще с этими желтыми ремнями прям огонь. Вот прям огонь. Присядем, чтобы прочувствовать полную атмосферу. Причем, смотрите, что она сейчас, наверное, стоит в демо-мод. Можно пощупать, с каким усилием крутится руль. Очень футуристичный рычажок. Мне заходит. Реально сидите в каком-то космическом болиде. Интересно, как это все у нас летает, работает. Ну, вот отклики нормальные. Вот прям по каждому щелчку ничего не тормозит. Очень интересно. И здесь все, графика очень такая яркая. Колесико, громкость. Вот у нас здесь все такое. Тач, нету физикал кнопок. Здесь прям такой джойстик управления. Куча многофункциональной, разные штуки. Безрамочное зеркало. И тут эта вот крыша очень красиво смотрится. Надо взять на тест-драйв. Будем пробовать. Классная тачка. Да, багажник не самый большой. В Вольве побольше. Ну, просто смотрите, ребят. Я не знаю, я каким-то образом догадался. Просто здесь кнопки на открытие багажника нет. И она находится аж здесь, где свет для номера. Она снизу. Не, ну классно. Мне нравится, что это продолжение света идет туда. Очень симпатично. Но сейчас нахожусь на стенде в Вольве. Вольва представила свой электрический CX-40. Похожая тема с полестером. Давайте зайдем внутрь. Сразу же, что бросилось в глаза. Смотрите, флажочек сюда свой вставили. Стильненько и прикольно. Просторный интерьер. Вот умеет подать, да? Сразу откинули. Что люди, которые ищут практикалки, практичность автомобиля, сразу заметят. Что можно автомобиль использовать в разных предназначениях. И смотрите, здесь какая тема выграверана. И также переходит в Харман Кардон. Смотрите, сюда идет эта тема, продолжается. Вентиляция. Как бы это было уже на предыдущих моделях Вольвы. Мы везде видели. Здесь классный дисплейчик. Но сиденье опять классная комбинация. Мне нравится, что здесь у нас алькантара и кожа. Опять же, тут перфорированные вставки, что будет дышать в боковине. Сюда такой прикольный подголовник с белой прострочкой. Черная крыша. Безрамочное зеркало. То, что тут вообще тема похожа на полестер. Маленький джойстичек удобненький. Очень все минималистически выглядит. Единственный вопрос, я не знаю, на любителя, как людям нравится центральный дисплей. Тоже, опять же, были по нему нарекания, как он работал. В принципе, графика похожа с полестера. То есть, они всю эту базу шарят друг с другом. Крутилка тоже оттуда же. Ну так вот, симпатично. Посадка, кстати, удобная. Вот, если у вас как бы устраивает дизайн вот этой вот части, мне в полестере больше нравится. Здесь, честно говоря, по Вольвам даже бензиновые модели, мне универсалы, что-то в последнее время меня протащили ребят универсалы. И как у Вольвы классный универсал, но вот эта вот центральная панель меня немножко убивает. И цена на них, кстати, тоже как бы... Я думал, да они очень популярная модель. Наверное, она никому не интересна. Ага. Пойди купи на аукционе разбитую. Их там цены уходят 60-70-80% от рыночной стоимости. То есть, кто знает, шарит в автомобиле, те, блин, покупают. Ну, эта машинка очень прикольная. Смотрите, вроде бы как компактный кроссовер, но внутри места очень просторно. То есть, главное правильно скомпонировать ее. Просторный багажник, прямой пол туда. Зарядочка. Ребята, еще будет электрический мини-купер. Мини-купер S. Ну, практически ничем не отличается от обычного Купера. Заглянем вовнутрь, посмотрим, если какие-то есть отличия здесь. А здесь есть отличия. Посмотрите, какой огромный дисплей здесь. И здесь у нас такая вот штука уже тут с электрическими датчиками. Я не был в последних моделях. Может быть, там уже тоже обновилось. Я знаю, что девчонки любят мини-куперы. Если кому-то хочется быть юник, теперь как бы есть. У вас возможность ездить в стиле на мини-купере на электрическом. За тридцатку это вот, так сказать, баджет, такой вот вариант. Опять же, они скоро появятся на аукционах. Будете покупать с 50% скидкой с какими-нибудь мелкими повреждениями. Машина проезжает всего лишь 140 миль. Не так, как Тесла, там 300, 325. Этими не пахнет. Но они рассчитывают на то, что это маленькая машинка. Это не первая машина в семье. И, типа, там будете просто кататься в магазин, ребенка в садик повиси, где-то рядом. На дальнее расстояние вы, конечно, на ней не уедете. Ну и, конечно же, будочка для вас. Тесла-фаны. Пошли посмотрим, что нам тут Тесла предлагает. А как вам такая вариация, типа, а-ля Туринг, рейлиный вариант? Не знаю, и так у Тесла нормально, эргономика. Но они так вот, видите, обыграли эти рейлинги. Смотрится прикольно. Такой, типа, камо, что-то с военным. Ну, а дальше лучше, смотрите. У кого-то вообще такой вижен, что полиция скоро станет ездить на Теслах. Посмотрите, что вы не сотворили с этой Model S. Киа в этом году просто какие-то бьет все рейтинги. Популярность набирает все больше и больше. Народу тут как бы самое, наверное, больше в будке вил. Так, пока никого нет, пользуемся случаем. Опять же, смотрите, у нас комбинированная здесь замша и вот перфорированное сиденье. Очень классно смотрится. Так, вам тут демонстрирует подлокотник. Здесь глянец, здесь типа а-ля с Ягуарная тема, кнопка старт-стоп. И, кстати, очень все эргономично. Вот так вот, когда у вас рука лежит, вы здесь хоп-хоп, все управляшки тут нажали. Ну, и тут понятно, что у вас будет полный тач. Классный руль, это уже логотип Киа новый. Короче, ворвались в 2021 год, они в стиле, реально. Блин, я сейчас еще начну спорить, что лучше ID.4 либо Киа. Посмотрите на заднее сиденье, но он выглядит, как будто бы какой-то лакшери, блин. Ух, очень футуристично. Отделка я такой еще не видел. Тоже непонятно, что это за материал. Либо это такая кожа с прорезами, с такими графикой. В Meridian мы видим у нас акустическая система. Огромный бардачок. Здесь вроде бы и твердый пластик, но он такой какой-то вменяемый. Такие крутилочки стильные, как на Харман Кордоне. Все так, ребят, вообще, блин. У Ки и у Хендая, когда первый раз машины какие-то видите, их новинки, у вас ощущение вау. Но потом начинаете на них ездить и находите какие-то косяки. Валкость, какая-то недоуправляемость. Ну, на первый взгляд, ну, блин, очень офигенно. Здесь кожей прошито, здесь хром. Ручечки здесь. Это пластмасс под алюминий сделано. Ну, вот, как бы, сама картинка вам понятна. Прикольно. Вообще, как бы, ну, Unique машина свой дизайн. Обычно они что-то у Audi подслизывают. Но здесь они, как бы, сделали свой полностью дизайн. Ну, кстати, колеса с литрона они все-таки подслизали. Ручки выезжают таким вот образом. Тянем за ручку, машина открывается. И посмотрите, обратите внимание на зад. Как выполнена линия вообще. Аэродинамика тут, наверное, хорошая. У нас прям спойлер проходит воздух сюда. Здесь, смотрите, как тема продолжается, элодичный фар. А здесь прям вот такая вот графика ромбиками. Здесь пластик. Ну, они хотели расширить, как можно шире сделать задницу. И здесь ставили уже такую пластмассовую тему. Здесь, опять же, воздухозаборники. Это все фейковая тема. Надо прокатиться. Надо прокатиться, чтобы что-то отвечать конкретно по этой машине. Так, сейчас мы тут подремонтируем ее. Она не будет. Пускай сами разбираются. Но мы с вами двигаемся дальше. И сейчас зайдем в палатку с электровелосипедами. Все больше и больше набирает обороты эта тема. Честно говоря, будет приятно видеть Калифорнию, как Амстердам, если много людей пересядут на велосипеды. Вот, ProBuild. 2000 баксов. 45 миль range. Можно 45 миль проехать. И вот есть вот такой у нас под старый олдскульный мотоцикл что-то сделано. Такой стоит 1700. Уже собранный. А в коробке, если придет, будет стоить 1700. Ну, что-то, 90. Короче, почти 100 баксов они берут за сборку. Все возможные различные варианты здесь есть. Есть вот такие. 1400. 1700. Ред Павел. Очень популярная тема ездит, называются крузеры. Вот представлен электрокрузер. Я вам говорю, за ними будущее, я их в ренту буду сдавать. Смотрите, прям уже с креплениями сразу под серфинг. И погнал. Очень калифорнийский вариант. Компания ПАМ представляет эти легальные по дороге. Можно на них ездить, не нуждаются в никаких ни правах, ни регистрации, ничего. Это побольше 35 миль в час. И можно проехать, в зависимости, как вы там быстро и под горки ездите, либо с горки, но в районе 30-40 миль тоже можно на них проезжать. Типа, как вы едете на Харлее, а-ля вы, вот такая тоже у вас вилка. Я почему-то сразу спутал. Говорю, это что, маунтбайки или что? Он говорит, нет, это, типа, мы так видим, мы сделали с них чапперы. Ты едешь как бы на чаппере, но тебе не надо никакие ни права, ничего. Как бы, я думаю, что мы увидим их запаркованные у колледжа. Люди будут кататься на них, приезжать просто в институт на них. Также вот такие вот, смотрите, со своим определенным шейпом. Все, каждый как-то изгаляется, как хочет. Кто-то под крузер их делает, кто-то под чапперы. Также несколько будочек у нас здесь с электрическими скейтами. Сейчас тоже стали популярны где-нибудь там европейская тема, видите, уже перекочевала сюда, в Америку. Это по фану такая, может, мне на такую пересесть? Смотрите, как бы семейная. Просто поехал в магазинчик, как раз есть, куда-то продукты с коски закинуть, кроссовые мотоциклы. Блин, на таком бы я точно покатался. Только представьте, где-нибудь по горам на нем поноситься. Сайлент, без шума, без ничего, просто как комарик. А вот смотрите, те, кто плохо себя чувствует на двухколесном скутере, скейте, можно вот ездить на таких вот хавербордах, так сказать. И смотрите, какая идея, что вы можете ездить по гольф-клубу. Смотрите, он складывается. И вот, типа вы и на скейте, но он более устойчивый. Очень интересная идея. Здесь какие-то чарджеры у нас. Да, видите, можно тут домашние установки для зарядки. Я вот увидел еще просто интересные зарядки. Вот такие системы. Ребят, бизнес-идея, нужно возить вот такие зарядки, устанавливать. Для России сейчас только начало, в Украине уже как бы там есть. Но можно наладить поставку и отправлять отсюда вот такие умные системы зарядки, устанавливать их возле разных популярных мест кафешек. Вот эта вот штука прикольная. Я когда катался на яхте, видел, чувак на ней ездил. Я бы вообще попробовал научиться на них ездить. В принципе, вы должны обладать серфингом, чтобы уметь на них кататься. Но эти штуки просто там каких-то космических денег стоят. Смотрите, как меняется батарея. То есть вы ее вытащили, зарядили, затем вставили. Быстрые коннекторы. Там какая-то магнитная установка. Оно щелк-щелк, защелкивается. И он показывает свет, сколько зарядки. Пульт на Wi-Fi. Он говорит, что вам нужно его запарить. Один раз коннектаете, а потом он уже помнит. Такой военный, черный, под дерево. И такой типа серо-темно-темно-серый. Ну что, я в принципе и облетел всю выставку. Еще осталось только покататься. Можно пойти встать в очередь и протестировать парочку автомобилей. Я смотрю, там дают джип. Там дают на прокат самокаты эти разные электрические скутера и велосипеды. Также есть ID.4, на котором я уже ездил и записывал тест-драйв. Если, кстати, вы не видели это видео, переходите по ссылке сюда, где я делал полноценный обзор ID.4 от Volkswagen. И, кстати, если вам понравилась какая-нибудь игрушка или что-нибудь, что увидели на этой выставке, пишите под этим видео, подискуссируем. И мы можем, в принципе, доставить все. Если вам понравился даже велосипед, мы можем купить здесь мотоцикл, самокат, скутер, все, что угодно и отправить в вашу страну. Но у меня на сегодня все. Ребята, если вам понравился такой выпуск, такой субботничный влог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Солюма. И заказывайте через нас автомобили. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok